Дети, начинаем новый блог. Мы с Захаром только что пришли с поликлиники, взяли справку. Вообще я на этой неделе не собиралась его везти в сад. Но так как у них в среду какой-то там на открытый урок, опять это все равно утренний, короче, там они должны в этих фарточках что-то там петь, танцевать, короче, типа а-ля готовить. Ну вот, приходится везти, чтобы фотографии какие-то были, ну, чтобы участвовал в каких-то мероприятиях. Хотя там были уже как они, репетировали они, в общем, а Захара на этих репетициях не было. Так что я не знаю, может быть, наоборот, его не стоило бы везти, так как он им все испортит, он у нас немножко тормозит. Зашли в пятерочку с Захаром, там же у нас пятерочку открыли. Это называется магазин открывать для того, чтобы люди тратили деньги. А мандарины взяла вот, 6 штук. Это Захара молочка. Тут-то вот такой вот йогурт Биомакс, 4 штуки. И сырок. Странно, на самом деле, что он не едет это все есть. Надо спрятать, потому что у него уже стоит, знаете, что у него стоит актимель. По-это я спрячу. У него вот актимель стоит. Такая-то надо вылить суп. Так, и это вареники домашние с картофелем и жареным луком на ужин. Не сегодня, а сегодня я, наверное, гречку сварю. Давно гречку не ели. Гречку тоже надо почаще есть, так как там железа много. В общем, в 7.20 проснулись. Ноет. То ли в сад не хочет ходить, то ли что, не знаю. Привет. Еще раз. В общем, отвела Захара в садик. Сижу кукую. 11 часов. В пол первого мне его забирать надо. Так как мы никак не можем приучиться. Чтобы оставаться на дневной сон в саду. Страшно. Страшно вести туда вообще. Знаете, вот сама такая... Я вроде и рада. Как бы я же хочу, чтобы он в садик ходил. Все вот это. Но насколько хватит вот этого похождения, знаете. Потому что страшно, что заболеет, короче. Последний и так у нас вот мы лечили гаймори, да. Гной у нас, оглотки. Поэтому в пазухах. Поэтому. Даже педиатрша сказала. В эфироновой массе. Машьте. Чтобы он, возможно, дольше не заболел. Потому что ребенка, что его в случае жалко. У него иммунитет, его кишечник. Не думала, вообще уже не пойдет. Мы встали в 7.20. А в итоге в 8.30 я его туда отвела. Йогурт дала ему, он покушал. Потом пошла в Сбербанк. Простояла очередь. Он в 9 открывается. Маш, который рядом. И куча пожилых людей. Не знаю, что они так с утра туда идут. Что такая с утра? Уже с 9 часов очередь. И закрыла карту свою. Теперь у меня нет карты. Такая, знаете, как будто паспортные данные. Какие-то паспорты у меня отобрали. Ну, в общем, вот так вот. Какая-то странная. Вот у меня всегда челка. Направок как-то мало вот ее. И она какая-то вот какая-то такая. Нормально ложится. Прикрывая вот эту часть. А где-то не прикрывает. Ну, блин, коревая голова получается. Я не знаю. Смотрите. Наверное, это ухо выше, чем вот это, что ли. Ну, потому что поехал один к моим родителям помогать, доделывать забор. Долго-долго делается. Знаете, то холодно было, было минус 2 от минус 3. То дождик шел, то жена выпадала на выходные мужа. Не, особо не поработаешь. Чтобы не заболеть, не простыть. Так что не знаю, когда они уже доделают этот забор. Налила себе чай. Брюс лежит. Знаете, хотела пойти в фунчузу сделать. Ничего не буду делать. Не хочу. Не хочу. Все. Поедем, не поедем мы. Такси 270-280 стоит от нас до родителей. Мы позавчера уже ездили. И сейчас я уже как бы не хочу денежку такую тратить. Поедем, не поедем мы на автобусе. Два автобуса. Городской наш, Ставропольский. Потом там на автовокзале садишься, едешь до Михайловска. Михайловска. Вот. Ну вот, где-то вот тоже 100 рублей надо на одну сторону. И как бы это все обходится где-то, если без пробок, то час. Ехать. Поедем, не поедем. По состоянию Захара. Как он? Не знаю. Вот. Если он рано встал, может быть он в обед захочет поспать. Потом туда уже нет смысла ехать, потому что на юге России темнеет очень рано. В 5 часов уже. И если мы в это время будем ехать, то знаете, потом как бы не особо остановку видно, где выходить. Вот. Как-то так. Сейчас была бы большая возможность сделать трансляцию. Пообщаться с вами. Тем более многие вы просите. Дорогие мои. Но я не могу это сделать, потому что... Потому что у меня нет тысячи подписчиков. Вот. Тысяча подписчиков. Увеличили они число подписчиков, потому что раньше, по-моему, можно было там от 400 подписчиков. Монетизацию уже включать и... Ой, упало. Упал телефон. Так что как-то так. Как-то так. А я хочу трансляцию сделать. На инстаграме. Ну, что в инстаграме? На инстаграме. Я же не инстаграмщица. Я веду свой блог. Я влогер. Мама моя не может понять. Она привыкла, что блогер-блогер. Я говорю на ютюбе блогеры, а не влогеры. Потому что ты не пишешь в основном, да? Ты снимаешь видео. Ты видеоблогер. Сокращенно, это влог, влогер. В общем, для нее это что-то новое. Вот. Ну, как-то в инстаграме я не хочу. У меня там есть одноклассники, там друзья, знакомые. Я не хочу там вести. Пускай они спят спокойно. Пускай они спят спокойно. Захарькины семечки взяла. Вообще, я думала, что мы к родителям сейчас поедем. Ну, Захар капризничает. Целый час после садика орал. Включил на ему мультик. Естественно, под мультик он успокоился, слава богу. Сейчас сдала ему актимель, потому что он отказался от супа. Странное поведение. Мне кажется, что... Ну, как... Во-первых, в три года переходный возраст. Напишите, у кого вот у детей такого было. Он как будто не хочет, чтобы им командовали. Вот это он протестует. Ему это не нравится. Он хочет ему сам все решать. Что-то не знаю. В садике, наверное, указывают. Что-то заставляют там делать. Ругают. Потому что я пришла. Он в двух стоплях. Я говорю, он еще плакал. Она говорит, да. Мы его заставляли сидеть, кушать. А он не хотел. Обедать. Все-таки приехали мы к родителям. Захар чуть отошел. Да, Захар? На пару часиков. Все, поедем. Ой, о чем уж флешку не воткнул. Этот. Я же говорю, все-таки мы приехали к родителям. Просто сейчас уже погостили. Время уже полвосьмого. Пока доедем до дома, будет уже восемь. Восемь, восемь с чем-то. Так что поедем потихоньку домой отдыхать. Собачки какие-то бегают. Вот эта улица, то, что купили. Жилье на вот этой улице. Очень оживленно. Здесь очень много машин проезжает. На самом деле. Так что лучше, когда на самом деле не оживленно. Ну, может быть, хорошо тем, что здесь освещение обещают поставить, фонари, да, городское. Ну, а так, видите, здесь пыль поднимается, машина постоянно у папы пылью покрывается. Ну, часто мыть надо. Ну, они, кстати, стоят. Мужики. Не знаю, муж хотел завтра на рыбалку съездить, но, наверное, не получится у него. И завтра обещают, чтобы холодает. Холоднее уже будет. Как-то так. Российские дороги чудесные. Давай мы с тобой сыграем в прятки. И я тебя искать не буду. Я найду себе много души. Я найду себе совсем не плотно. Давай мы с тобой сыграем в прятки. А ей так хочется быть, хоть чем-то лучше других. И не рекомендовать, дождя и света. И закрывая глаза, она летит небеса. Нечтаю всем рассказать от этого. А летать легко, лет невеста и высоко. Здесь мы летаем легко, а учись до дна. Не надо. Приехали накормить машину. Такое название интересное. Подсолнух, наверное, потому что у нас край такой. Потому что у нас край семечек. Не знаю, а он везде, по-моему, такой. А, да. Темень, едем домой, 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 домой. А, да. Рекольно так. Захар Я тебе снимаю, сынок Кукрыник А шапку можно снять, сыночек Снимай шапочку Снимай, снимай Соська, снимай шапочку Не хочет В общем, муж Я уже сказала, что он на рыбалку не поедет Сказал Едет папе помогать Опять Ну да, надо как-то закончить этот забор Чтобы как-то уже потом остались Нужно было свои дела делать Свои планы Ну, я думаю, что мы все это понимаем Представляете, не могу этот Ну, открыть замок Домой не можем войти Не открывается дверь и все Что делать, не знаю Медвежатника вызвали Муж так называет Да, я говорю, ты медвежатника вызвал Название такое смешное Уже здесь полчаса стоим Еще сколько, не знаю Будем находиться тут Сломался замок В общем Как-то так Вещи он там поставил Так это ж его и менять надо будет теперь Ну, не знаю, скажет Ну, ничего вечного не бывает Контент, девочки Хорошо, у Захара есть молочко с собой Вот вам и контент Ждем медвежатника Ой, господи, напугал На минут 40-50 прошло Тещин язык тут растет Турник Не трогай дверь Нельзя стучать соседям Все спят Ой Буба Хоть домой, Саша, тебе блядь Буба Буба Че буба-буба Буба Куда-то ушел Мне уже От лифона Грудь Плечи болят Пиво А тут такая Облава Облава А че, это какое-то пиво хорошее Что ему показать Так, батон Теперь будем есть гречку Это я нам взяла шоколадку Это как бы в гости завтра хотели поехать Но не факт Может быть шоколадку будем растягивать на целую неделю Что-то в перекрестке какую-то херню дали Вот такую Чипсы Такие я взяла себе Баварские Колбаски Но это не на сегодня Это На завтра Теперь Захару Вот такие Эти вафельки взяла Вафли Леди Джем Со вкусом вишни Ты хочешь мои взять Попробовать? Нет? Еще хорошая акция была На вот такой Коктимель Фруктовый баблган Не знаю, правда, как он на вкус И давать ли его Захару У него очень хорошая акция была Может было таких 2-3 штуки взять Здесь 6 штук Это Муж папу Постригал Машинку брали Ой, целый час торчали Хорошо, что есть вот знакомый Пипец У мужа Вообще разнервничалась так Не могу Все Пока-пока, девочки Вообще вот что Попалось Игрушка, я так понимаю На елку Вот с такой девочкой Игрушка на елку попалась Теперь елку покупать надо Первая игрушка есть Покажи папе Папе покажи Папа